Мы уже несколькими способами доказали теорему Ферма-Эйлера. И прежде чем переходить к очень важным доказательствам, а именно к рассмотрению вот такого кольца, так называемого кольца целых гауссовых чисел, и прежде чем переходить к доказательству Ферма-Эйлера, кстати, я сейчас скульптарю, причитаю, как это доказательство звучало у Ферма. Надеюсь, что никто это не поймет. А вот Эйлер понял, есть версия у историков математики, что Эйлер это делал с 1747 по 1749 год. Понимал вот эти вот несколько строчек. Ферма писал. Если бы выбранное простое число, которое на единицу больше некоторого числа, делящегося на 4, не было суммы квадратов, то существовало бы простое число такой же природы, меньшее заданного, а затем еще и третье, и так далее, бесконечно убывая до тех пор, пока не будет достигнуто простое число 5, которое является наименьшим из всех чисел такой природы. Отсюда следовало бы, что 5 не является суммой двух квадратов, что не соответствует действительности. Отсюда сведением к абсурду следует заключить, что все числа такой природы являются суммами двух квадратов. Вот за этот абзац теорему называют теоремой ферма-эйли. Дело в том, что он действительно здесь говорит про метод бесконечного спуска и Эйли действительно сумел метод бесконечного спуска реконструировать. То есть Эйли сумел понять, что это не просто так себе слова, а что ферма-эйли действительно знал доказательства. Вот, но это на том. Чем это интересно? Тем, что комплексные числа всерьез будут использованы для арифмитики. Вдруг выяснится, что двойка – это оказывается 1 плюс И умножить на 1 минус И. 5 – это 2 плюс И умножить на 2 минус И. Ну и так далее. И равенство П равняется Х квадрат плюс И квадрат будет записано в виде Х плюс И умножить на Х минус И. Ну и в некотором смысле на этом все закончится. И сразу получится формула для количества представлений любого натурального числа в виде суммы 2 квадратов и так далее, и так далее, и так далее. Совершенно это замечательная штука. Но, перед тем, как все это рассказывать, я расскажу доказательства, которые основаны на 2 минусах. Субтитры создавал DimaTorzok